МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Известное имя нового мэра депутаты поддержали кандидатуру Алексея Сафонова. Маск, гости, дам. Не надену, почему люди отказываются от масок? Победные танцы воспитанники детской школы искусств приняли участие в международном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. 17 ноября в должность главы города вступит Алексей Сафонов. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты на очередном заседании Городской думы. На кресло мэра претендовали трое, а один из кандидатов взял самоотвод перед началом голосования. Подробности далее. Начальник отдела территориального и кластерного развития внеев Татьяна Белина, начальник отдела 0605 внеев Дмитрий Прохоров и главный энергетик Российского федерального ядерного центра Алексей Сафонов. На пост мэра претендовали трое. В день голосования Дмитрий Прохоров взял самоотвод. Перед депутатами выступили двое оставшихся кандидатов. У города должно быть мужественное лицо, открытое, смелое, активное. Нам в этом вместе предстоит большая работа. Я хочу пожелать всем нам больших успехов и креативности на пути к достижению поставленных целей. Кандидатуру Татьяны Белиной выдвинула Ассоциация промышленников и предпринимателей города Сарова. Алексей Сафонова, губернатор Глеб Никитин. Претендуя на пост мэра, главный энергетик внеев рассказал о своем видении развития города. Это и разработка стратегии роста, создание комфортной городской среды, справедливое социальное развитие и объединение города и федерального центра. Ключевая ставка при этом на привлечение в город талантливой молодежи. Современная молодежь, она весьма и весьма требовательна. Мы вступаем в конкурентную борьбу за это будущее не только среди городов России, которые очень много сейчас делают для этого, но и среди городов всего мира, потому что молодежь более мобильна. И если мы проиграем эту борьбу, борьбу за молодежь, мы проиграем борьбу за будущего. Теряется смысл делать какие-то другие вещи, потому что город потеряет будущее. Пути борьбы за молодежь Алексей Сафонов также наметил. Это и создание научно-образовательного центра с филиалом МГУ имени Ломоносова в городе, и привлечение молодых ученых на существующие мощные научные базы, а также создание высокооплачиваемых рабочих мест, отметил кандидат в городоначальники и текущие проблемы, среди которых закрытость власти. Должностные лица должны быть открыты и доступны. Это улучшит климат города, это улучшит понимание тех решений, которые вынуждены или каким-то другим причинам принимаются органами. Но всегда информирование, оно позволяет делать более точные оценки действиям органов. Выслушав кандидатов, депутаты открытым голосованием выбрали главу. Один голос достался Татьяне Белиной, 27 – Алексею Сафонову. За утверждение в должности Алексея Александровича народные избранники проголосовали единогласно. Официально в полномочия новой мэр Сарова вступит 17 ноября. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Это важный шаг для моей жизни. Я надеюсь, что мне удастся сделать ситуацию лучше. Мы отвечаем за этот город. И наша задача – сделать все, зависящее от наших сил и независящее, чтобы мы могли смело сказать людям, что мы для вас сделали все, что могли. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Привлечь в город молодежь и сделать его комфортным для жизни. И несмотря на то, что новому мэру еще предстоит оценить текущую ситуацию в Сарове, у него уже есть видения и планы на дальнейшую работу. О первых шагах на новом посту, о предстоящих задачах и целях Алексей Сафонов рассказал в своем первом интервью в качестве избранного градоначальника. Алексей Александрович, депутаты поддержали вашу кандидатуру на пост главы города. Вы уже осознали важность этого решения? Когда я подавал заявление в конкурсную комиссию, я предполагал, что мой опыт, мои знания могут пригодиться городу. Потому что по сфере своей профессиональной деятельности мы очень часто пересекались с муниципальными предприятиями, с администрацией города, так как объекты инфраструктуры в городе переплетены. И мы понимаем их сложности, их задачи, и я готов приложить все свои усилия для решения существующих городских проблем. Задачи, которые стоят перед нами, перед городом, впечатляют. Это задачи действительно уровня страны, я готов приложить свои усилия для их достижения. Но надо также понимать, что ни одна серьезная проблема, ни одна задача не может быть решена одним человеком. Это исключительно командный подход, и подход, позволяющий решить любую задачу в краткосрочной или в долгосрочной перспективе. С чего вы планируете начать свою работу? Как и любую работу, любую сложную работу, необходимо провести оценку ситуации. То есть в любом случае будет проведена оценка деятельности текущей администрации, посмотреть кадровый состав, их возможности, их функционал, может быть усилить отдельные направления. Я приступаю к своим обязанностям в конце года. И поэтому здесь важным будет решить те вопросы, которые поставили перед нами областные и федеральные власти. Закрыть все проекты и достойно выйти на конец года. Какую роль в развитии города вы отводите в НЕФ? Несомненно, ядерный центр играет ключевую роль в жизни города. Те проекты, которые он реализует в настоящее время, те проекты, которые он собирается реализовывать, изменят облик города. Как пример можно привести национальный научный центр, который позволит построить нам город будущего. Город, который привлечет молодежь, город, который позволит нашим детям здесь жить и развиваться. Некоторое время назад был популярен термин «объектовое мышление». Сейчас, к сожалению, этот термин в памяти стерся, но это то понятие, когда город и предприятие было единым целым. Оно не разделялось простыми горожанами. И наша задача вернуть этот термин в обиход. Мы должны понимать, что единой командой и единым целым мы построим наше будущее. Город ждет перемен. Что новый мэр хочет сказать горожанам? Я успел полюбить этот город. Это город, где родились мои дети. Я хочу, чтобы они и их друзья выросли здесь, получили образование. И жили они с ощущением того, что это город будущего. Где можно вырасти, где можно обучиться, где можно построить карьеру. Здесь была комфортная среда для их проживания и проживания их семей. От себя я хочу сказать, что я приложу все необходимые усилия для создания этого будущего. Я надеюсь, я верю в то, что моих сил, моих возможностей и моего опыта хватит для реализации поставленной задачи. Автопарк Саровской полиции пополнили четыре новые машины. Две «Шкоды» получил отдел ГИБДД «Нива» и «Лада Веста» остались в управлении внутренних дел Сарова. Всего МВД Нижегородской области получило 126 новых автомобилей. Транспорт приобрели на средства федерального бюджета. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Судебные приставы до конца года приостановили практику выхода по адресам должников для описи их имущества. Принудительное исполнение постановлений максимально перевели в дистанционный формат. Вместе с тем приставы будут проводить с учетом санитарно-эпидемиологических норм совместные рейды с ГИБДД по розыску должников. В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Серафимовский врач». Цель проекта – повысить общественный статус и материальную поддержку медицинских работников, привлечь внимание к проблемам сферы здравоохранения. Заявки принимают до 1 февраля 2021 года на сайте серафим.рф. Нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Проверить свои знания об охране окружающей среды и жителей региона смогут только в онлайн-формате на сайте ekodiktant.rus. Диктант начнется в полночь 15 ноября и продолжится до 23.00 16 ноября. Принять в нем участие смогут все желающие старше 12 лет. Узнать свои результаты и получить сертификат или диплом можно будет в личном кабинете. Новогодние праздники отменяют, а студентов настоятельно рекомендуют отправить на дистант. Регионы России ужесточают коронавирусные ограничения. В Москве с 13 ноября до 15 января включительно кафе, рестораны и ночные клубы не смогут работать с 11 вечера до 6 утра. Полностью прекратят работу детские развлекательные центры и детские комнаты в заведениях и торговых центрах. Культурные, зрелищные и другие мероприятия с участием зрителей отменяют. А число посетителей театров, кинотеатров и концертных залов ограничивается 25% вместимости зала. Кроме того, на дистанционное обучение переведены студенты городских колледжей и вузов. В Санкт-Петербурге студентов также отправили на дистант с 13 ноября по 6 февраля. Университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ. Между тем, около полутора миллионов россиян привьют от коронавируса до конца 2020 года. Об этом Интерфаксу рассказал директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбург. Медик добавил, что вакцину получили уже порядка 40-45 тысяч россиян. По его словам, массовая вакцинация должна начаться в конце ноября-начале декабря. За минувшие сутки в России выявили еще 21 608 случаев заражения, 421 из них в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 185 человек. Из тех, кто госпитализирован, 201 в состоянии средней степени тяжести, 7 в тяжелом. Масочный режим уже давно перестал быть просто рекомендательным. Носить маски в общественном месте – обязательное требование. Тем не менее, все еще остаются люди, которые принципиально отказываются защищать органы дыхания и идут на открытые конфликты в магазинах. Чем вызвано такое поведение, разбиралась наша съемочная группа. В пандемию некоторые люди ведут себя озлобленно, выражают протест против ограничений, пытаются агрессивно доказать свою независимость от них. В сети можно найти огромное количество видеороликов, где посетители общественных заведений отказываются надевать маски только потому, что это ущемляет их свободу. Под горячую руку попадают сотрудники полиции, продавцы магазинов и кондукторы в автобусах. Психологи считают, что подобное агрессивное поведение связано с детским эгоцентризмом и желанием переложить ответственности на других. Маску носить я не обязан и не хочу, а безопасить меня от вируса должны вы. Ориентир должен быть больше на себя. Какую роль я здесь играю, если стоят ограничения и от тебя зависят, наденешь ты сейчас эти средства безопасности, как ты позаботишься о своем окружении без ориентира, без агрессивного настроя на то, что сейчас государство должно сделать вот так и так для меня. Почему я должен подчиняться вот таким правилам? В Сарове конфликты из-за масок, если и случаются, то нечасто. Большинство горожан стараются обезопасить себя и своих родных. Я мало где хожу, только до магазина, до апсеки, но всегда стараюсь, всегда зеваю. Я верю в то, что они помогают, потому что защищают, естественно, особенно если полтора метра дистанции. Кто-то идет, кашляет, кто-то чего-то, и вот в автобусе, вот у газели едем тоже, все как-то, да некоторые рук поставляют, кашляют, а некоторые вообще не предохраняются. Вот из-за этого вроде и хожу в маске. В противовес бунтарям есть люди с чрезмерной тревожностью. У них человек без маски вызывает панику. По мнению психологов, эмоциональной нестабильности больше всего подвержены пожилые люди, подростки и молодые мамы. Бороться с нервными состояниями и чувством страха помогут отказ от бесконечного мониторинга статистики заболевших, живое общение и позитивный настрой. Находить миллион и один ресурсов, как справляться в этой ситуации, как заботиться о себе, да, прогулки на свежем воздухе, слава богу, пока нам их никто не отменил, да, те же, не знаю, посидеть в кофейне днем, посмотреть, пообщаться там с кем-то из близких, из друзей, смотреть фильмы, сериалы, пусть это будут позитивные, где про жизнь, про смех, про радости. Пока одни смирились с ограничениями, а другие выражают недовольство, фактом остается то, что выполнять предписания Роспотребнадзора и губернатора области обязательно. Штрафы за их нарушения для юридических лиц до 300 тысяч рублей, для физических до полутора тысяч. Дипломы лауреатов и сертификат на 20 тысяч рублей. Хореографический коллектив «Контемп» детской школы искусств принял участие в международном фестивале творческих коллективов «Единство России» и «Гордость страны». Саровчане представили на суд жюри шесть композиций в трех номинациях. Благодарственными письмами наградили наставников юных дарований. Настя Фроликова занимается хореографией три года. Она не раз принимала участие в различных конкурсах, но подобный фестиваль для нее в новинку. Участницы коллектива «Контемп» подготовили две постановки. Русский народный танец, в котором Настя исполнила главную роль, и современный. Мояский закат, современный танец, он медленный, красивый костюм. Мне понравился сам танец, сама задумка танца. Конкурсы, фестивали «Гордость страны» и «Единство России» объединили творческие коллективы из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Воспитанцы детской школы искусств представили на суд жюри шесть постановок в трех номинациях, и в каждой стали лауреатами. Девочки рады своим достижениям, но признаются, что выступать им было волнительно. Самое трудное было выйти на сцену и танцевать все правильно. Сцена большая, и человек было мало. И нам надо было распределиться по всей сцене, и это было волнительно. Также участницы контемпа попробовали свои силы в мастер-классе по хип-хопу от Данилы Сумарокова. Дипломированы специалисты хореографа и балетмейстера, хореографа шоу-балетов российских звезд эстрады. Занятие подарило девочкам много ярких эмоций и большой опыт. Но все-таки любимое направление в хореографии у них другое. Русские народные, потому что там красивые костюмы, и мы всегда танцуем на каблуках. Оценивали талант юных танцоров заслуженные деятели культуры и искусства России, педагоги школы-студии МХАТ, именитые хореографы-постановщики. За достигнутые результаты коллективу вручили сертификат на 20 тысяч рублей, который они смогут в течение двух лет использовать для участия в любых конкурсах-фестивалях. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.